Начнем сразу работать. Если будут вопросы, пожалуйста, сразу подавайте. Мы будем ждать вечером, окончании, по каждому ребенку или просто какие-то по композиторам, если что-то возникает, давайте сразу. Я в это время буду немножко отдыхать от детей, и мы сможем обмениваться какой-то информацией. Если что-то надо у меня спросить. Так, нет. Сколько лет тебе? Десять. Десять. Это ляда, что ли, у тебя мазурка? А сказки старой бабушки будут? Сказки или ноты нет, но... Наизусть ты будешь и быть? Без нот? Молодец. Ну ладно, без ноток, без нот. Хорошо, поехали. Ну, мазур куда? Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо! Я очень прошу преподавателей не обижаться, потому что мы здесь именно для того, чтобы обмениваться тем, что не нравится, а не тем, что хорошо, потому что понятно, что все дети, которые представлены, у них у всех в принципе все неплохо. Что мне не нравится? Ты играешь с самого начала все, что связано с этой частью, вообще без какого-либо представления о размере пьесы. То есть образы или чего? Нет, меня твой образ сейчас в данном случае мало волнует, меня волнует счет. Вот такая простая банальная вещь. Сыграи мне на три четверти, пожалуйста, этот пассаж. Скажи мне, пожалуйста, ты хотя бы один акцент в пьесе Улядова видишь? Акцент? Да. Видишь? Они там есть в нотах? Ну, они, по-моему, есть. Да? Ну тогда мне покажи, потому что, может, я ослепла. Ты играешь сначала, не надо сприть конец пьес, ты играешь первую строчку. Нет, акцентов нет. Нету, да? Точно. Значит, я не сошла с ума. Хорошо, это уже приятно с утра. Значит, смотри, что мне нужно? Вот ты делишь на две руки, да? Играешь, как тебе удобно. Я не должна слышать, как ты это делишь, потому что вообще это играет с одной рукой. Да? И вот если ты играешь, то ощущение мазурки должно оставаться. Все, что ты играешь, прикоснувшись к первому звуку, уже есть мазурка. Независимо от эпизодов, которые есть, независимо от сменты. Слышно меня там наверху? Потому что вообще не хочется микрофона, потому что я могу начать раздеваться и все забуду. Вот. Независимо от того, в какой эпизод ты будешь идти, ты играешь мазурку. Изначально вся пружина в себе должна сработать на ритм мазурки. Вот сыграй мне именно так, чтобы я не слышала твоих переходов правая-левая рука, чтобы я слышала вот эту мелодию. Это же мелодия. Ее можно сыграть так. Когда мне должна называться как-то по-другому. А можно сыграть так? Есть разница. Вот элемент танцевальности должен начать присутствовать здесь. И вот эти все лиги, показывающие, это вот закругленность этой фразы. Одна. Вторая. Дальше. Следующий. И убежал. И плюс. Ты начинаешь от форта. И уходишь к пьяно. Без замедления. То есть, большое дивенуэндо от форта к пьяно. Но поскольку темп большой, оно будет происходить очень быстро. Это делаем. Хорошо. Хорошо. На мой взгляд, мне кажется, не надо упорствовать и так много перекладываний делать на одном месте. Потому что это вносит суету и лишние акценты, которые он делает. У него все время опорная левая рука. И вот это все время слышно. Это не надо. Это выучишь. Можно лучше играть чуть сдержаннее, но как бы играть это как написано. Дальше. Появляется рисунок. Ба-три-рак, 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 ба-три-рак. Это как в мазурках Шопен. В каждом повторяющемся интервале все равно должен быть очень четкий импульс на три четверти. Какой бы это ни было. Пьяно, форса, неважно. Там все время в пьяном, в ровном, на длинном звуке происходит мазурка. Понимаешь? И мы сейчас не будем вникать даже в теоретическую сферу, что такое дорийский лад. Тебе наверняка это уже рассказали. Уже ты в курсе. Но это специфика определенных интервальных соотношений в данном случае. Тебе задумываться о том, что ты в дорийском ладе находишься, сейчас не надо. Тебе надо задумываться о том, что ты находишься в мазурке. Поэтому играем этот интервал на раз-два-три. Раз-два-три. Точно. Два. А почему ты отрывисто играешь? Он же длинный. Ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Вот это движение, оно тоже... Вы знаете, это есть во многих мазурках Шопена, есть такие вещи. Когда вы берете интервал, и он на месте повторяется. Но он имеет определенную импульсную, ударную связь с клавишей. Его нельзя играть, вяло он не будет звучать. Играть громко, глупо. А играть с атакой определенной. Ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Подъема руки от клавиши. Ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Сделать, пожалуйста. И слышать два звука. Они вместе. Да, но ты стоишь на месте, а я движусь. В чем разница? Ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Что я делаю? Чем это отличается от того, что делаешь ты? Почему ты не движешься, а я точно в таком же варианте игры движусь? Как тебе кажется? Может, это отделяет интервал звучит. И нажатие клавиши, ну, кто-то отделяет, что это не один целый звук. А много раз, Гляд. Ну, ты тоже берешь много раз. И берешь сейчас, в принципе, правильно. Только у тебя на месте, а у меня нет. Почему? Что помогает? Золотые слова, видите? Все знает. Профессор. Молодец, молодец. И очень наблюдательный. Только динамика минимальная, да? Она как бы внутри меня сидит. Я как бы хочу сделать крещендо, но не даю раздуть звук до громкости, да? Как бы все, чуть-чуть делаю. Делай. Да, и что дальше будет? Нет, ты сюда приди, отправай. Вот нажми, начни тихо, как бы издалека. А еще что я сделал? Я еще сделал одну вещь, очень трудную. И, может быть, кажется невозможной, но на самом деле нет. Я начинаю с первого пальца. Заканчиваю на четвертом. То есть я начинаю интервал, постепенно вес переношу в верхний звук. И вверх не становится больше. И я готовлю себе вот эту дорожку. Мне важно, чтобы все время была мазурка. Да, только ты не тянешь, ты отрываешься. А я тяну звук. Я делаю очень маленький зазор. Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста. Смотрим, что там вот здесь есть замедление в лево ски. Нету? Вот и не надо его придумывать. Хорошо? Играем отсюда. И вот этот триоль точно. И дальше. Точно в одном звуке. Потерял, да? Потерял уже правую. Скажи все ноты. Ля, два, три. А почему отрывистая? Дальше пошла. Далежи. А почему здесь другой темп? У тебя и так неровно получается. Когда быстрее, еще не ровнее получается. Да, вот ты сыграл. Просто ровно. Нет, нет конца здесь пьесы. Пол, три, ровно. Ты же туда идешь. В общем, все снимаешь. Пол, три, ровно. Ну? У тебя появляется большое количество гармонии на маленьком квадратном сантиметре пьесы. Что я сделала, не меняя темп? Ну, моя левая рука в конце была залегована. Так, а правая? Подпрыгивала или тоже была залегована? Правая, она, по-моему, залеговалась. Ну, залеговалась, но немного меньше, чем левая. Я ее спела более весомым звуком, не меняя темп. Да? А ты устраиваешь здесь. У тебя начинается суета. И дальше я тебе написала слово суета, чтобы ты не забыл, когда я уеду. Потому что дальше ты играешь там. Какие-то ноты, не знаю. Как ты сумасшедший. Почему? Это же трудно. Я готовлю вот это место от той точки, которую я тебе показала. И еще вот в этом месте. Рисунок не изменился мелодически. А все остальное, что наслоились под этот рисунок, должно иметь полную свободу. Иначе у тебя хаос и плохая педаль. Вот сыграем сейчас сначала это медленнее. Вот отсюда. Давай, поехали. Нет, аккорд держится. Нет, там шестакада. Знаешь, это как называется? Незнание текста. Согласен, что ты его не знаешь? А вообще такая безразличная. Некрасивая разве? Красивая, я с ним? Ну, без ну. Красивая, точно. И оно еще и ведет, и имеет продолжение, и имеет цепочку, и такой немножко реверанс, смягчающий остроту этой мазушки. Но ритм. Там очень важна эта третья доля. Она не обязательно должна быть прыгучей. Вот здесь, например, она просто важна, потому что дальше она разрешается. И дальше она затактывает, она ведет. И опять разрешается. И вот первая ретенута во всей этой странице возникнет только в этой точке. А у тебя сколько их уже было? Понял. Да, отсюда и глядя. Отпрыгнуть отсюда. Ля-по-сор. Да, знаешь, ты как пришел на урок, вот есть такой предмет гармония в училище уже. Вот ты пришел и период сыграл такой. Чисто теоретическая задача. А ты же пианист, да? Ты сыграешь сейчас мемедленно. Вот так сыграешь, чтобы я всю мелодию слышала. А теперь сыграем и так. Без среднего голоса правую руку. Слева. Давай-давай-давай. Видишь? И вот теперь всегда это медленно повтори. И послушай педаль. Только по верхнему голосу с левой рукой. Сограем. Медленно. Вот отсюда сограем. А теперь будет легче. А в правой только мелодию. Какой звук важен в этом такте? Какой длинный? Да. Педаль будет его держать. Дальше мелодия. Держит педаль. Да. Этот звук. Молодец. Хорошо. С этим разобрался. А теперь помним, какая педаль должна быть для верхнего голоса. Сделай мне вот эту вещь. Медленно. У тебя появляется двухголосие в правой, да? Два голоса. Меняется педаль, когда вступает второй голос. Меняю ли я или нет? Нет. Почему? Что ты говоришь? А почему ты тогда нажал ногу и забыл снять? Если ты про это знаешь, да? Вот человек, который знает и не делает, либо упрямый, либо глупый, да? И еще для того, чтобы это все сделать, то, что я сделал, требуется другая скорость. В быстром тэпе это плохо, это неудобно, да? Значит, ты играешь отсюда, сейчас немедленно поешь мелодию и под ней чуть-чуть, но не чисто я снимаю до конца ногу, а я начинаю ее работать по движению восьмушек. Я глобально беру по мелодии и чуть-чуть начинаю шевелить ногу, я и не чищу педаль, смотри. Я по тому шагу, который я делаю в среднем голосе, работаю на голе, но рука при этом держит мелодию. Потому что если я буду полагаться в мелодии на ногу, она улетит. Поэтому пальцами я держу в любом случае. Поехали, играем. Все, я остался без мелодии. Да, такая у нас музыка. Красивая, правда? Окей. Ага, вот играй красиво мне отсюда, за там-то. Что бы это не только мне нравилось, а тебе тоже. Молодец. И вот обратите внимание, это трудно. Это реально трудно. Почему? Когда мне говорят, вот вы там что-то такое делаете. Да ничего подобного. Я их гружу. Знаю, не знаю. Мне не важно, что они могут. Мне важно, чего я хочу от них получить. Потому что если они хотя бы мне 10% из того, что я хочу получить, реализуют, это уже будет что-то. Потому что если ему задачу не ставить, он не будет ее решать. Потому что заниматься он не будет. Ему надо быстро понять, быстро сделать и забыть об этом. Он из таких. Он долго достигать совершенства не станет. Но сыграть лучше он может. 100%. И это красиво. И надо не потерять здесь темп. Поэтому, когда ты берешь темп Аллегра, ты должен помнить об этом месте. Оно тоже мазурка. Потому что вот это. Не более того ретенота. Просто чтобы дослушать. Вогулы остаются, да, как эхо. И что происходит дальше? Дальше. Да. А дальше смена темпа. Чуть-чуть темп становится меньше. Играем дальше. Какой нюанс стоит там? Что помнишь? Помню. С чего конкретно? Ну вот какая там тинамика? Фортепиано. Что стоит в этом месте? Пиано. Да. Фортепиано. Откуда тоска такая. Да. Вот это. А дальше стоит пиано. Красивейшая мазурка. А ты мне чего тут играешь? Печаль у него написано. Задумчиво написано. А играешь просто тихо. Не печально и не задумчиво. А разве задумчиво нельзя играть глубоким звуком? Скорее можно. Да. И удобнее причем. Знаешь? Давай играй мне глубоким звуком. Представь себе. Ты мне играй вот это сейчас. Я тебе играю тот голос, который ты не хочешь играть с акцентом. Вот что там написано. Играй мелодию. Смело фортепи. Смело фортепи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 а не скачи, не скачи, вспоминаю педаль видишь, вот это да выучит сыграть, чтобы была мелодия, чтобы менялась педаль и чтобы был ритм мазурки, ты можешь только в три раза медленнее от общего тема а то, что ты играешь, это никому не нужно это суета и сумбур да? вот отсюда играю 1, 3, 1 1, 3, 2, 1 1, 3, 2, 1 пригрессим 2, 1, 3, 2, 1 а спеши весь цикла это А теперь если играть средний голос тише, чем верхний просто. Вот и все. И молодец. У меня все помогло. Это вот минимальные вещи, которые нужно отработать. И обратите внимание, у него сразу собирается форма по-другому. И темп единый. Он возвращается, он даже не понимает, что он возвращается в тот же темп, от которого он начинал. У него нет бесконечной амплитуды темповой. Он все время что-то меняет, когда сам играет. И от этого очень много кусков возникает дополнительно. Там и так такая есть клочковатость немножко с разными темами. Но ее надо избегать. Все равно надо собрать форму. Есть вступление, есть мазор. Понимаешь, да? И вот эти вот все вещи колористические, вот эти... У этого еще у Грига очень много таких подобных вещей, когда вы от интервала начинаете и постепенно уходите в другой голос, из двух голосов из одного уходите в другой, находясь практически на месте. Отсюда и возникает то ощущение вот этого как бы крещенто, которого на самом деле нет. Это трудное движение, но оно уже невозможное. Правильно? То есть там было крещенто, то чего проще? Тихо начал и вперед. А там его нет. А вот фокус этого нарастания должен быть. Понял? Ну, сыграю нам бабушку свою, потому что ноты у меня нет. Показать я тебе ничего не смогу. Просто сыграю нам и послушаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 А продолжает как бы тянуть. Потому что у него этот аккорд тянет педаль. А сыграет то же самое вообще без педали, что слышит этот аккорд. Видишь? И получается совершенно другое движение мелодии. Обратили внимание? То он пеет в этом темпе, это делать быстрее, это пока трудно. Но когда это происходит, опираясь на бас, движение мелодии меняется. Всегда меняется. Хочешь, не хочешь. Потому что когда вы слышите, и мелодия начинает по-другому подниматься, так он ее играет просто формально, без высотности. А так он ее тянет наверх, интонация появляется. А так интонации нет. Вот это пример просто. Дальше следующий, пожалуйста. Следующий, от мажора. Приведи меня к этому мажору. Дальше поменял аккорд чистый, и дальше на нём тоже сон. Слышишь? Нет, у тебя провалилась мелодия. Еще обрати внимание, кто его учит, у него все время вот такой второй палец прямой, он не сгибается вообще, он не сгибается, потому что он его не слушает. Через нему идёт движение, подними руку на него и дальше подними. Вот он сгибается, и не надо мне рассказывать, что это невозможно. Просто надо фиксировать его внимание, потому что он сам ему по барабану абсолютно. Абсолютно пофиг. А вот это не должно быть, значит рука подняется. Проходите, сойдите, вам там неудобно, проходите, вы мне не мешаете. Проходите, сойдите, всё удобно. А ты делай. Чтобы я слышал твой второй палец здесь. Второй палец. Нет, не слышу второй палец, ну и слышу. Ты от мажора уже играешь объем не должен играть. Второй. Второй сгибаем. Твой палец. Да. Нет, нет, нет. Сидеть там ещё вот так. Потом вот этот аккорд. Да. Приготовь его. Педаль не снимай, пока не будет руки здесь на аккорде. Да. Да. И дальше какой аккорд. Да. Вот такой вот. Есть в концерте Шостаковича такое место. В концерте струн. Это такой сумасшедший, потрясающий домажут. Вот он такой должен быть. Ты вообще представляешь такое старая бабушка? Нет. Есть бабушка? Молодая. Старая бабушка. Представляешь, есть прабабушка? Нет. Бабушка была. Была? Нет уже. Ну помнишь? Помнишь? Бывает такое ощущение, ты бабушке рассказываешь, она уже заснула? Бывает. Бывает, да? Да. Вот это вот про это, когда бабушка что-то рассказывает, в какой-то момент засыпает. Потом опять рассказывает сказку. Да. Она ждет, что ты уснешь. А ты не спишь, а она засыпает. Да. Понимаешь? Вот какие-то. И вдруг этот мажор такой какой-то. Это у бабушки какой-то сон там уже, знаешь? Светлый. И дальше она там о чем-то светлом рассказывает. Вот этот мажор, он должен быть. Понимаешь? Прокофьев, он же придумщик. Он сказки писал. Страшный, правда, но писательный. И много чего придумал. Петя Волк придумал. Знаешь такое сочинение? Да. Там же юмор. Юмор, гротеск, ирония. Сколько там подколов сделано через инструмент разный. Когда он звук находит определенный, который ему нужен с помощью того, какой он выбирает инструмент для того или иного персонажа. Это Прокофьев. Это нельзя играть так просто. Ты играешь только какую-то бабушку, которая в кресло-качалку как села и вообще забыла, что кто-то кому она что-то рассказывает. Она все вяжется, спицы упали, все бабушки спили. Понимаешь, что? Почти без дыха. Не, ну это про бабушку, которая рассказывает, образ определенный. Как правило, все великие композиторы бабушек очень любили. Потому что они больше всего ими занимались. Как и сегодня, собственно. Сегодня стало не модно, сегодня больше посторонних приглашаем. А раньше бабушек любили. Бабушек любили. Понимаешь? Если вспомнишь историю про Сергея Васильевича Рахманинова, кому он убегал от всех своих неприятностей? Бабушке. Да? Вот это про это. А у тебя какая-то бабушка безликая. Она очень просветленная. Очень клевая, как мне показалось. Клевая бабушка. Если можно с ней поговорить. Вот так сказать. Нет. Фу. Вот он тихий. Вот. Четыре звука, да? Четыре точки положения. Я слушаю. Вот этот звук полетел, а потом только возникает правая рука. Ой, левая, да? Ну хорошо. Она же возникает из аккорда. Что там дальше? Без ноты не могу показать. Извините. У тебя. У тебя. Нет. У тебя провалилась. Не. У меня. У тебя провалилась. А что дальше? Хмурая, да? И что дальше? Хмурая. Дальше возникает вот эта. Да? Законченная с восьминами. Да? А теперь вот эта вот. Смотри. А теперь вот эта. Вот это вот. Увиду. Жульетте в последней песне, да, этот прием, ты такой, вот, ты представь, сейчас окно откроем, и там ветер, да, что будет с занавеской? Камень не влетит в окно, вот что будет с занавеской? Она будет двигаться, да, вот это дыхание, вот надо поймать, это ощущение воздуха, нет материи, понимаешь, есть только воздух, вот сыграем, я не материально, Представь себе, что тебе рассказывают про какого-нибудь конька-горбунка, который не по земле скакал, а где он находился? А, в воздухе, воздух, воздух, ключевое слово, вот в этой музыке воздух, а что дает воздух роялю? Ну, 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 это все умные слова, правильные, а что дает легкие рояли? Воздух. Вот в этом инструменте тебе. Ну, 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 да, 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 напряги серые герочки. Я тебе говорю, что дает легкие, что дает воздух роялю, а ты мне про пальцы, которые надо напрячь, а ты этого вообще не делаешь для начала. Напрячь надо, это правильно, и говорят тебе правильно. А я тебе задаю вопрос, что дает инструменту нашему? Воздух и легкие у инструмента. Если вот у тебя есть легкие, ты дышишь, да, ты вдыхаешь воздух, а рояль за счет чего это получает? Ну, не знаю, что бы сказать. Ну, смотри. Я играю легко. А теперь так играю. Что изменилось? Ну, теоретически, один, теоретик. Все рассказывай. Еще слушай еще раз. А теперь так. Да. Педаль дает воздух. Вот я сыграла тебя вон просто. И сыграла его так. Есть разница? Значит, что являются легкими роялями? А-а-а, как все просто. Вот сыграем мне так, чтобы сохранились твои кончики пальцев, и был воздух, и были легкие у инструмента. А ты вот сделай, собери руку на второй палец, вот на этот интервал. Все, смотри, как перемещается аккорд, да? Смотри сюда. Вот он перемещается так. Какой палец ключевой в перемещении? А еще? Ну, 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 вот держу, вот смотри уже. Ну, 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 вот держу тебе два пальца какие-нибудь вторую четвертую ножку. Постави их. Сделай это. Найди. Вот, я просто опираюсь на эти две точки. А первый и пятый болтаются вокруг. Вот и все, да? И не надо там никакой выразительности. Надо просто точно определить эту терцию, которая дает этот прыжок. И в эту сторону. В эту сторону она движется через какой пальцы? К сим. Какой важный. А вниз? Второй. А вниз второй. И есть еще одна длинная. Больше расстояние от ми к си вверх и от ми к си вниз. Вот это и есть скрытая интонация, положенная на качество пальцев опорных и на педали. Все, что можно в этом нести. Я должен быть абсолютно тихим. Где-то оно там возникает в крещенном, но в принципе это место тихое. В нем появляется даже если материальность какая-то, когда там есть крещен, я сейчас уже не помню. Он там появляется, да? Педаль не умирается. Просто пальцы становятся агрессивные. И дальше он их счастлив. И конь улетает. Понимаешь, да? Вот это ты должен сделать. У меня все. Ну вот я так не могу. Сморой. Сморой. Сморой.